Повеличение выпуска нетканных материалов для вытворчасти одноразовых масок и охуной вопротки, новые контракты и задачи. Сегодня на Светлогорском предприятии «Химволокно» побывал старшинка Комитета Державного Контроля Республики Беларусь Леонид Анфимов. Об тем, как тут працуются новые условия, которые диктует сусветная экономика, сюжет Марины Джалай. Полная загрузка могутности, праца утрезмены, новые контракты и буйные заказы. Неспрояльная эпидемиологичная ситуация у Свети поуплывала у темлику и на работу Светлогорска «Химволокна». На предприятии довелось ускоротить выпуск по кульне запотребованной продукции и резко повеличить життёво необходной. Тут докладно разумеют отказность, яка зараз стоит перед керовнистом и усим коллективом. Осознание того, что мы сейчас помогаем сохранять жизни людей, заставляет нас к этому относиться как-то по-новому и с большей ответственностью. Менш стали выраблять полиэфирную нитку. Это связано со снижением попыту с боку предприемства, яке, например, выраблять текстиль для мебли и автомобилей. Затою повеличился объем выпуску нетканых материалов для вытворчасти одноразовых масок и ахонной вопротки. Традиционные сегменты применения нетканых материалов, такие как мебельный сегмент, немножко сокращаются ввиду того, что различные введенные карантинные мероприятия на территории европейских стран, сокращается покупка конечными потребителями мебели, матрасов и других изделий для домашнего обихода, так как запрещено даже выходить на улицу. Но увеличивается в это время заявки на производство материалов для спецодежды, одноразовой одежды, масок, бахил. Вытворчастью нетканых материалов для выработки масок и одноразовой вопротки у Беларуси займается выключено Светлогорск химволокно. Только у Соковику на внутренний медицинский рынок отгрузили в 5-6 раз больше такой продукции, чем звычайно. Коля 60 тонн за место 10. Значные поставки и на экспорт. В настоящий момент порядка 400 тонн – это наши поставки на медицинский рынок. Это главным образом экспорт. То, что касается рынка Беларуси, то 60-70 тонн в марте месяце были поставлены рекордные объемы сразу сразу для рынка Беларуси. Это очень много. Для выполнения всех контрактных обязанностей, которые имеет предприятие перед заказчиками, потребуется около четырех месяцев круглосуточной работы. Кроме того, зараз можно смело займать ниши, которые у промысловости вызвалились за пандемию. Предприемство экспорта ориентированное. Когда, скажут, просили одни рынки, можно смело выходить на инши. Шукать заказчиков, активно представлять свою продукцию. И не забывать так само про белорусских споживцов. Мы можем даже за счет того, что внутренний рынок загрузим, повысить эффективность работы данного предприятия. Ведь смотрите, мы завозим сегодня на несколько десятков миллионов долларов продукции по профилю деятельности только Светлогорское химволокно. Вот если бы даже вот эту всю продукцию по импорту заместить той продукцией, которую выпускают на химволокно, мы смогли бы на 20% пунктов снизить объем экспорта, если вдруг нас не примут на рынках традиционного экспорта. Усяго в этом месяце предприемство заключило свыше двух десятков новых контрактов. Первую парту дублирующих нятканных материалов поставили у Китай. Усяго в географии экспорта около 30 краин. На их припадает, прикладно, 70% продукции из Светлогорска химволокна. У их лику – Польша, Германия, Франция и Италия. Марина Джалая, Игорь Марышенко, телерадо и компания «Гомель» со Светлогорском.